Приветствую, братва, с вами снова Сники Джо, и вы смотрите обзор на игру Life is Strange. Это сериал в пяти частях о похождениях американской девушки-фотографа Макс. С ней происходят странные вещи. Максин изучает искусство фотографий в вымышленном городке Аркадия Бэй, штат Орегон. И во время одного из уроков она увидела картину ужасного шторма, который разрушил её родной город. К счастью, эта картина оказывается всего лишь сном, после которого Максин решает прогуляться до туалета и привести себя в порядок. В глаза сразу же бросается атмосфера, которая царит в этом заведении. Куча хипстеров, немножко бычар, всё как в любой нормальной школе за пределами России. Добравшись до туалета, Максин приводит себя в порядок и замечает одну восхитительную вещь. В это грязное место, исписанное граффити, залетела голубая бабочка. Являясь прирождённым фотографом, Макс просто обязана была сделать этот снимок. Увлёкшись фотографией, она даже не заметила, как в туалет вошли два подростка и начали о чём-то спорить. У одного из них была пушка и случилось непоправимое. Странности начались сразу после этого. Макс снова сидела на уроке, на котором она проснулась от кошмара. Но теперь у неё появилась возможность перематывать время назад. Чем она незамедлительно пользуется, для того, чтобы дать правильный ответ на вопрос учителя, который она изначально не знала. Убедившись в наличии своих способностей, Макс быстро бежит в туалет, чтобы попытаться спасти девушку. И у неё получается. И после этого маленького вступления начинается непосредственная игра. В первой главе этой истории действие происходит в Blackwell Academy, месте, посвящённом изучению искусств. По мере продвижения игры мы узнаём очень много про нашу героиню и про её увлечения. В частности, она хорошо играет на гитаре, одержимая ретро-фотографиями и тащится от долбанных селфи. А ещё она дофига интроверт и ведёт собственный дневник, в котором описывает ощущения от окружающих её персонажей и собственные мысли. Со стороны разработчиков это довольно подло, но мне нравится. Я знаю, ты всегда мечтал о такой девушке, но вынужден потерпеть свою ложность. Не раз и не два игра ставит перед вами довольно непростой моральный выбор, воспользоваться ли своими способностями для того, чтобы сделать гадость. Или же постараться всё исправить и не допустить неприятностей. Пожалуй, даже можно сказать, что это является своеобразной заменой QuickTime Events. Например, имея информацию о близлежащих событиях, вы можете легко опустить местную девочку-бычару. Что характерно, после процесса экзекуции вы имеете возможность повести себя как двуличная мразь и пожалеть её, тем самым немножко наладив отношения, или же посмеяться над ней и сделать её фотографию в неприглядном виде. Прибегать к этой способности придётся часто, и мне кажется, что это не совсем безопасно для здоровья Макс. Но если серьёзно, то пока рано волноваться о таких вещах, сейчас мы увидели всего лишь вступление к замечательной истории. И несмотря на то, что текстурки здесь мыльные, и графон в принципе не идеален, играть всё равно довольно приятно за счёт хорошо проработанных персонажей, замечательно подобранной музыки и упоминаний замечательных произведений современного искусства. Вот такое здесь всё замечательное. Если говорить про эмоциональную составляющую игры, то я бы сказал, что Life is Strange похож на Fallen Gate от тех же Quantic Dreams. Ну и эксплоринг в этой игре можно сравнить с первой частью «Ходящих мертвецов», а эмоциональную составляющую со второй. Я рекомендую всем эту игру к ознакомлению. С вами был Сникиджо, всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok